В Караганде на 5% подешевели электроэнергия и холодная вода, на 3,5% теплоэнергия, на 3% услуги канализации. В областном департаменте комитета по регулированию естественных монополий официально объявили о снижении тарифов на коммунальные услуги. Каков общий эффект от снижения тарифов по области и отразится ли он на качестве услуг, выяснял наш корреспондент. Это была инициатива самого главы государства, поручения главы государства и по нему наши субъекты естественных монополий, все которые находятся в Караганде, все откликнулись на это поручение и сами хочу сказать, что вот с одной стороны спасибо субъектам нашим, они изъявили желание. Напомним, за последние пять лет тарифы на теплоэнергию в Казахстане выросли в два раза, на электроэнергию на треть. Согласно исследованиям, коммуналка стала непосильным бременем для многих. В связи с этим, Генеральная прокуратура страны провела масштабную проверку и выявила, что монополисты умышленно завышали свои расходы и заключали сомнительные сделки. Крупные энергетические компании незаконно обогащались за счет потребителей, включая стоимость услуг. В стоимость услуг включали премии, бонусы своим работникам, вознаграждение по кредитам, а также необоснованно завышали производственные затраты. В послании главы государства было дано специальное поручение навести порядок в тарифах на услуги ЖКХ естественных монополий. Также было объявлено о необходимости принятия мер со стороны Министерства энергетики по снижению стоимости тарифов на электроэнергию для населения. Стало известно, что премьер-министр Казахстана Бахаджан Сагентаев поручил с 1 января 2019 года снизить тарифы не только на электрическую и тепловую энергию, но и на услуги вода и газоснабжения, канализации, телефонной связи и интернета. Как сказал он на заседании правительства, необходимо также пересмотреть тарифы кооперативов собственников квартир. При этом, по его словам, со снижением тарифов не должно снизиться качество оказываемых услуг монополистами. Должна проводиться своевременная модернизация их производства. У каждого субъекта свой процент снижения, то есть он не может быть единым на всю область. Это, вы знаете сами, в зависимости от экономического положения каждого субъекта, но в целом по области тарифы снижены до 10%. То есть, допустим, от 1% до 10%. По словам руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, в области общий эффект от снижения тарифов составил почти 2 миллиарда тенге. К примеру, в Караганде на 5% подешевели электроэнергии и холодная вода, на 3,5% теплоэнергии, на 3% услуги канализации, на 4% уменьшилась стоимость вывоза мусора, 5% обслуживания лифтов, а также баллонного газа. Хочу сказать по услугам КСК. Мы сейчас, Акиматовы, местные исполнительные органы проводят сходы с жителями, КСК объясняют, чтобы тоже, как бы, с одной стороны, КСК – это добровольные, жители, вы должны, как бы, хочу сказать, чтобы жители сами вместе со своими КСК поработали. Тут приказным тоном мы, как местные исполнительные органы, не можем оказывать на них влияние. Сниженные тарифы жители увидят в новых квитанциях, которые получат в марте. Услугодатели обещают, что на качестве услуг, порученные президентом, снижение не отразится. За счет каких статей расходов, кроме электричества, удалось? Кроме электроэнергии, все статьи, по которым у нас образовывалась экономия. В первую очередь, конечно, самая большая – это электроэнергия. Потом у нас сложилась экономия по страхованию, по охране труда. Вот такие.